День рождения тельняшки Лишь бы не работать, правильно? Ну, одно дело, когда надо серьезную дату отметить, это день рождения трубочки от коктейля, понимаешь? Это важно, да? Ну, если серьезно, есть такие праздники, которые действительно привлекают внимание очень многих. Например, день с обутыльником. А многие спрашивают, а когда это? А когда деньги есть? Ну, у этого праздника есть конкретная дата. 7 декабря. Собутыльники, запоминайте. А 16 декабря отмечают свой день все лохматые. Представляете, все лохматые мира гудят 16 декабря. Что меня удивило, что лысые свой праздник, День лысых, отмечают три раза в год. Видимо, лысые хотят урыть лохматых количеством праздников. Я даже написал такую песню, которая называется «Всем лысым на прическу наплевать». Всем лысым на прическу наплевать! Все, конец песни. Лично мне нравятся такие праздники, как День соседей, День друзей, День улыбки. День улыбки у меня практически на каждом концерте. Но бывает, праздник не всегда получается. Лицо у зрителя тоскливее не бывает. А я смешу его и как могу стараюсь. Он посмотрел, а потом грустно отвечает. Вот зубы вставлю и потом поулыбаюсь. 21 января, День объятий. И приятно, что даже незнакомые люди обнимаются повсеместно. Там на улице, в метро и не только на улице. Я Ля-Лю Павловну, где хотел, там обнимал. Свои объятия я довел до сублимации. За этим делом ее муж насыпай мал. И сам меня потом отвез в реанимацию. А празднуй день, в котором ты живешь. Ты этот праздник сам себе и создаешь. Если на вас начинает пялиться конкретно, Значит, на календаре 10 февраля. Это день рассматривания незнакомых лиц. Когда увидел я Танюшкина лицо, Я сразу разгадал ее загадку. Оно похоже на куриное яйцо. Не на обычное яйцо, а яйцо в смятку. Но взмят куличик от Танюшки не случайно. Пялиться в скважину замочную отчаянно. В плане ударов дверью Танька не везунья. У нее прозвище «Квартирная глазунья». Друзья, удивительный праздник 26 февраля. День поиска норы спящего лета. Это ж как надо хотеть выпить. Чтоб такое праздновать, да? И некоторые эту норку ищут, да? И в конце концов ее находят. И неделями оттуда не вылезают. День поиска норы спящего лета. На многие вопросы есть ответы. Кто этот праздник очень мощно отмечает? Тех в этой норке потом белочка встречает. А празднуй день, в котором ты живешь. Ты этот праздник сам себе и создаешь. 427 праздников. Пока по всем пройдем. 31 августа праздник называется «День унылого бревна». Я не придумываю. Посмотрите на календарь. Надо представить, что ты унылое бревно, и целый день надо лежать дома на кровати и вспоминать об ушедшем лете. Пролетело летушка, я залег на дно. Лежу, как усталое старое бревно. Под засохли веточки плесень у коры. Мною интересуются только лишь бобры. Но я подумал, раз есть праздник унылого бревна, значит, должен быть праздник и бревна веселого. Правильно? Сегодня гости будут пьяные в дрова. И это ясно всем вокруг, как дважды два. Сегодня очень мощный праздник древизины. Сегодня праздник, день рождения Буратино. Но у Буратино настроение не праздничное. У Буратино полоса переживаний. Мальвина вся в скандалах и угрозах. Ведь от его любовных приставаний она уже неделю вся в занозах. И в плане поцелуев тоже есть вопросы. Чуть глаз не выколол своим метровым носом. Ну и финальный праздник, друзья. Я думаю, этот праздник самый красивый. 6 июля его отмечает. Это день поцелуя. Я написал композицию, которая называется «А поцелуев много есть». Их даже все не перечесть. Есть цельно тянутый, протяжный, Любовно-нежно согревающий. Есть дерзкий, очень эпатажный. И даже гландозадевающий. С помадой вкусненький и страстный. Официальный, но бездушный. Я предлагаю безопасный. Я посылаю вам воздушный. А празднуй день, в котором ты живешь. Ты этот праздник сам себе и создаешь. С праздником вас, друзья! С праздником жизни!